О том, как разнообразить школьные будни, рассказывают педагоги-финалисты конкурса «Учитель года» Самарской области. Они представляют на суд-жюри свои методические разработки, которые делают каждый урок ярким и запоминающимся. Соревнования профессионального мастерства проходят в регионе уже в 30-й раз, и впервые в финал вышли сразу несколько учителей физики. Динара Баракина – одна из них. Преподаватель с пятилетним стажем в своей работе использует проблемный подход. Во главу каждого урока ставится вопрос, к решению которого ученики постепенно подбираются с помощью экспериментов, опытов и лабораторных работ. Важно, что каждое из полученных решений школьники потом могут применить и в повседневной жизни. Мы должны обучать не только знаниям, не только физике, не только математике, а остальным предметам. А из выхода из школы ребенок должен принимать и применять эти знания. Вот что самое главное. А если мы будем обычные уроки вести, как это было раньше, то ребенок, да, будет хорошо знать физику на пять, но применить знания в современной жизни он не сможет. Презентация своих методических разработок – это только первое задание. В течение недели учителя проведут открытые уроки и классные часы в 53-й Самарской школе. Их будет оценивать профессиональное жюри, которое выберет пять претендентов на победу. Удивить членов жюри крайне сложно, но одновременно с этим члены жюри очень лояльно и любовно, я бы сказала, относятся к тем звездочкам, которые у нас на территории Самарской области, которые доказывают, что они учителя А с большой буквы, отвечающие современным требованиям. Пять лучших педагогов 23 марта проведут мастер-классы и обсудят с региональным министром образования реализацию нацпроекта образования. А 16 апреля состоится церемония награждения лауреатов и победителя, который будет представлять Самарскую область уже на всероссийском этапе конкурса «Учитель года-2020». Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.